В праздник Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января во всех храмах пройдут праздничные богослужения. В Ленинске-Кузнецком шесть церквей будут принимать прихожан. По окончании богослужений священнослужители совершат в храмах великое освящение воды. А затем вместе с горожанами соберутся для участия в традиционных крещенских купаниях. После освящения вода приобретает особые свойства, она становится святой. И отношение к этой воде должно быть соответствующее. Человек должен понимать, что это святыня. Но очень важно, чтобы человек относился правильно к этой святыне. Чтобы не было такой, знаете, экстремальный некий вид плавания, который плодотворно влияет на здоровье человека. Нет, он должен понимать, что по большому счету вот эта святая вода должна быть для него, знаете, как некий, может быть, ответ Богу, что, Господи, я действительно, Ты открыл себя мне, и я хочу открыть себя Тебе. То есть я хочу омыть свою душу, омыть свое сердце, омыть свою совесть для того, чтобы с этого времени уже изменить свой образ жизни. Тогда, конечно же, это будет правильно, тогда это будет благодатно. Своя купель теперь есть и в Ленинске-Кузнецком. Ее оборудовали по просьбам прихожан в прошлом году на территории храма Воскресения Христова в лесном городке. Тогда в праздник крещения ее посетили порядка 250 человек. В этом году ожидается большее количество народа, и участок заранее начали готовить по всем требованиям безопасности и комфорта. Условия созданы полностью все, которые потребуются для купальщиков, скажем так. Устроены теплые раздевалки, полностью подготовлены стоянки для более 300 автомобилей, может поместиться на территории нашего храма. Ночное освещение полностью сделано, и будет светло, как днем. Также для прихожан в терапезные храма Воскресения Христова приготовят горячий чай. В настоящее время специалисты ГОИЧС проверяют купели на соответствие нормам безопасности. Назначены ответственные. В местах купания будут дежурить спасатели МЧС и работники скорой медицинской помощи. А сотрудники Ленинск-Кузнецкого отдела МВД и ГИБДД будут охранять правопорядок как в храмах города, так и на территории купели. Обратиться к гражданам, конечно, в первую очередь, чтобы соблюдали непосредственно, ну, сами люди соблюдали правопорядок. Будут приниматься меры такого характера, что в нетрезвом состоянии на территорию проведения мероприятий массовых люди допускаться не будут, также не будут допускаться со спиртным. На памятку, которую мы подготовили, мы ее разместим, разместили и на сайте администрации, и отдали там непосредственно, где в храме будет проходить это, скажем так, крещение в купеле. Пожелаю всем хорошего здоровья и никаких чрезвычайных ситуаций. По словам священнослужителей, самое главное – это горячая вера. Тогда ни о каких чрезвычайных ситуациях не может быть и речи. Тем более, что окунуться в купель можно в течение еще трех дней после праздника крещения.